И перехожу, начнем мы с небольшой презентации. Вот такие цифры у нас есть по 2015 году. По 2016 году еще окончательных цифр нет, потому что наш 2016 год не закончился. Смотрите, 650 миллиардов рублей – это внутрироссийские онлайн-продажи. Объем рынка e-commerce, то есть электронной торговли в России, он каждый год растет. И причем достаточно такими хорошими темпами. Что по отраслям у нас было? Доля респондентов, которые хотя бы раз за последние 12 месяцев покупали эти товары в интернет-магазинах. Ну, понятно, что больше всего в интернете у нас чаще всего покупают мелкую бытовую технику, какую-то обувь, косметику, товар для детей очень популярный и так далее. Вся эта информация есть на сайте Яндекс.Маркет или Яндекс. Просто в поисковике можно набрать Яндекс.Исследование рынка электронной коммерции. Вся эта информация будет вам там доступна. Быстрее в среднем росло число онлайн-покупок товаров для спорта, товаров для животных, для детей, одежды и обуви и продуктов питания. Вот на продукт питания стоит, наверное, вообще обратить особенное внимание, особенно для тех, кто представляет какие-то регионы. Потому что в Москве продажа продуктов питания через интернет – это уже свершившийся факт. Да, есть такие сервисы. Там тот же самый Утконос представляет, например, такой сервис. В регионах, кстати, немножечко похуже. И, в принципе, в эту нишу еще можно попробовать успеть попасть. Сократилось количество онлайн-покупок электроники, техники, косметики и парфюмерии. Но это, скорее, связано с тем, что у нас в 2014-2015 году с валютой небольшие изменения произошли. А вся электроника, техника, косметика у нас производится не в России, а за рубежом в основном. Вот такие еще интересные цифры. В 2016-й год. 14% рост среднесуточного количества интернет-заказов у крупных российских интернет-магазинов в феврале 2016-го года по сравнению с февралем 2015-го года. В январе на 30% выручка увеличилась у тех же магазинов. О чем это говорит? Это все говорит о том, что, несмотря на всякие тяжелые экономические условия, отрасль электронной коммерции продолжает уверенно расти, продолжает развиваться. Но конкурентов в ней становится больше. И больше зарабатывать сможет тот, кто лучше сможет конвертировать посетителей интернет-магазинов именно в покупателей. Вот такой есть показатель в электронной коммерции, который называется конверсия. Наверное, это один из ключевых показателей прибыльности и конкурентоспособности вашего магазина. Смотрите, как это работает. Допустим, есть у вас какой-то интернет-магазин. И есть тысяча посетителей. Из этой тысячи посетителей 10 человек сделали заказы. Это означает, что конверсия из посетителей в заказы у вас составляет 1%. У вашего конкурента, допустим, есть тоже интернет-магазин, который торгует похожим товаром, но у него сделали из тысячи человек уже 30 заказов. Это значит, что конверсия у него составляет 3%. А это значит, что интернет-магазин работает эффективнее, чем ваш. И для того, чтобы за этой конверсией следить, для того, чтобы ее увеличивать, нужны разные инструменты. Инструменты конкурентоспособного магазина. Ну, в первую очередь, конечно, это разные маркетинговые инструменты. Их большое множество. И множество сторонних сервисов, которые их предлагают. Это и сервисы АБ-тестирования, и сервисы e-mail рассылок, это и сервисы всеразличных коммуникаций с клиентами, да, онлайн-чаты, обратные звонки и прочее, прочее, прочее. Я не буду сейчас, наверное, перечислять какие-то конкретные названия сервисов, да, это, наверное, будет немножечко некорректно. Ну, я думаю, вы и сами знакомы, если не знакомы, то сможете в интернете это найти. Я расскажу вам про то, какие инструменты есть в Битриксе. Ну, давайте по порядку. В первую очередь, что хотелось бы сказать. Мы для маркетинговых инструментов выделили специальный отдельный раздел. Давайте прям покажу на примере. Зайду в админку своего сайта. Если кто не видел, вот так у нас выглядит админочка, да, главное меню, подменю и основное рабочее поле. Так вот, в админке моего сайта, в разделе маркетингу, у нас самые основные инструменты. Это пульс конверсии, бизнес-модель интернет-магазина, АБ-тестирование, товарный маркетинг и так далее. Мы сегодня по всем по ним практически пройдемся. Но все-таки пока буду показывать еще в презентации, а потом посмотрим, как это все выглядит вживую. В первую очередь, пульс конверсии – инструмент, который важен для того, чтобы вы умели измерить конверсию вашего интернет-магазина. Потому что улучшать можно только то, что можно измерить. Этот инструмент показывает динамику конверсии сайта в режиме реального времени. И показывает конверсию сайта как по каналам привлечения трафика, откуда к вам пришли, там, с e-mail рассылки, через поисковик какой-то и так далее. Или конверсию для разных типов устройств. Сколько к вам заходит с простых десктопов, с простых ноутбуков. Сколько к вам заходит через мобильные устройства или планшеты. Это очень важный вопрос, потому что сейчас, ну, тоже, да, знаете, наверное, такую статистику, что все больше и больше людей выходит в интернет, используя именно мобильные устройства, смартфоны или планшеты. И очень важно следить за этим показателем. И, возможно, если у вас старенький, например, какой-то сайт, вы не сделали адаптивную верстку, то, возможно, у вас люди пытаются зайти к вам через мобильные устройства, а у вас конверсия через мобильные устройства достаточно маленькая. Возможно, вам надо обратить на это внимание и сделать так, чтобы вашим сайтом было удобно пользоваться именно со смартфонов. Потому что, ну, показывает статистику, уже больше 50% посещений они проходят именно с помощью разных мобильных устройств. В этом инструменте, прямо в режиме реального времени, ну, показываем, сейчас попробую, у меня есть здесь несколько скриншотов, как он выглядит вживую. У меня, к сожалению, демонстрационный сайт, на который кроме меня никто не ходит, поэтому конверсию я вам особо там не смогу показать. Но вот так вот выглядит, да, за определенный период, который мы сами можем вручную настроить, за месяц, например, или за два месяца, или за неделю, мы можем посмотреть, какая у нас была общая конверсия, как она изменялась. Здесь, соответственно, проанализировать, какие шаги мы делали, какие наши шаги повлияли на повышение или понижение конверсии. Ну, и также источники, да, с которыми вы сходили. Сразу ввезем количество заказов, там, сколько вот с рассылки зашло, сколько с контекстной рекламы, сколько через SEO и так далее. После того, как мы измерили нашу конверсию, мы можем строить какие-то прогнозы и делать аналитику, все ли мы правильно делаем. Для этого есть специальный вот такой инструмент, который называется бизнес-модель интернет-магазина. Вообще, зачастую предприниматели, владельцы магазинов или маркетологи магазинов, делают такие расчеты прямо в Excel, например, да, строят похожую табличку и смотрят, что будет, если они изменят рекламный бюджет, да, или что будет, если стоимость показа увеличится или уменьшится. Или что будет, если получится увеличить средний чек магазина, там, допустим, на 100 или на 500 рублей. Или конверсию увеличить на полпроцента. Все это влияет на выручку. Давайте, наверное, даже попробуем посмотреть. Хотя у меня здесь совсем не будет заказов, но мы сейчас все это сделаем вручную. Смотрите, вообще, вот здесь данные должны заполняться автоматически. Но так как у меня пока не было сделано никаких продаж, то у меня данных этих нет. И не получится у меня здесь на примере показать, поэтому вернусь, к сожалению, в презентацию. Регулируя эти параметры, вы можете смотреть, как у вас возможно изменится доход, если вы будете изменять те или иные показатели, да, как я уже говорил. Средний чек, либо конверсия, либо бюджет, или стоимость показа. Еще один интересный инструмент – ОБ-тестирование. Инструмент, который позволяет оценить, насколько эффективны те или иные нововведения на вашем сайте. Как это работает? Посетители вашего сайта делятся на, грубо говоря, на две группы. Группа А и группа Б. Вы можете на этот эксперимент как весь трафик отправить, который к вам заходит на сайт, так и какую-то часть трафика, например, порядка 30 или 50, ну или сколько заходите процентов. Эти посетители, которые будут у нас, грубо говоря, участвовать в эксперименте, будут делиться на две группы. Допустим, вы решили протестировать новый дизайн вашего интернет-магазина. Тогда половине посетителей вашего сайта, то есть половине участников эксперимента, мы будем показывать вариант с новым дизайном, а второй половине мы будем показывать вариант со старым дизайном. И потом по каждому дизайну мы будем замерять конверсию и смотреть, с каким дизайном у вас магазин лучше продается, со старым или с новым. Есть разные сценарии для такого тестирования, которые уже заложены в админке, и в будущем будут еще эти сценарии расширяться. Давайте, наверное, залезем сейчас и посмотрим, как это выглядит вживую. Вот он у нас, инструмент АБ-тестирования. Давайте запустим какой-нибудь из... Ну, допустим, новый дизайн, да? Он уже у меня должен быть настроен, я его сейчас запущу. Так, сайт, название теста новый дизайн, пускай будет. Длительность теста, ну, до ручной остановки, хотя мы можем настроить автоматическое отключение этого теста, например, запустить его на неделю, на две недели, на месяц, или на один день, если у вас сильно высоконагруженный проект. Трафик на тест, указываем, какой процент трафика. Так, текущий шаблон. Ну, у меня здесь все шаблоны типовые. Давайте я возьму такой шаблон. И тестовый шаблон, не знаю, вот такое настольное приложение. Так. Все, тест новый дизайн у меня запущен. И теперь, через какое-то время, я смогу зайти и посмотреть эти показатели. Да, ну, сейчас он нам не показывает, потому что у нас не достигнут достаточно статистическая мощность. Вот, поэтому информацию мы этой не увидим. Но, тем не менее, сколько оплачено заказов по тому или иному виду дизайна, мы сможем посмотреть. Сумму на какие, на какие суммы эти заказы оплачены, показатель конверсии. И, в принципе, все подробные показатели конверсии. Да, сколько было добавлено в корзину, сколько было оформлено заказов, сколько было оплачено заказов. Цептор он себе будет показывать на рабочем проекте. Ну, на тестовом проекте, видите, к сожалению, цифры мы не увидим. Так, давайте сейчас перейду, взгляну, какие есть вопросики. Что там понаписали, потому что видел, что они возникли. Ох, 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 сколько много уже вопросов. Ну, давайте по порядку. Где можно будет скачать запись? Расскажу попозже, на нашем YouTube-канале, либо на страничке, где регистрировались, на вебинар. Запись будет? Да, идет. Так, Андрей, сложный вопрос, попозже отвечу по улочному сервису. Презентация для скачивания. Ну, в принципе, да, я могу выложить эту презентацию тоже и попросить, чтобы вам ее разослали. В какой редакции есть инструменты? Эти инструменты есть в редакции «Малый бизнес» и «Бизнес». Для лицензии «Старт» нет. Смотрите, АБ-тестирование, оно актуально, скорее, все-таки больше для интернет-магазина, чем для обычного сайта. Поэтому есть оно только в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес», то есть в старших редакциях. Ну, да, можно поспорить, Владислав, по поводу того, в «Малом бизнесе». Если у кого-то этого нет в «Малом бизнесе», надо зайти в раздел «Настройки», «Обновить версию до последней» и посмотреть в списке модулей. Возможно, скорее всего, вы просто не обновились. В «Малом бизнесе» все эти инструменты есть. Отдельно можно будет после вебинара поговорить и посмотреть. Конкретно в вашем случае. У меня просто был точно такой же вопрос, мы его решили на одном из предыдущих вебинаров. Тоже просто не нашли, что этот модуль не установлен был. Давайте ехать дальше. «Емэл маркетинг и триггерные рассылки». Вот смотрите, это как раз тот случай, когда встроенный в битрикс функционал, он уже является альтернативой каким-то платным сервисам. Сервисов, «Емэл» рассылок много, все из них хорошие и очень гибкие инструменты, но возможно, всех тех возможностей, которые предоставляют вот эти сторонние сервисы, вполне возможно, они вам и не нужны. И можно пользоваться встроенным готовым модулем «Емэл маркетинга». Давайте мы сейчас посмотрим его прямо на живую, что он у нас умеет делать. Давайте запустим «Мастер рассылок». Это также в разделе «Маркетинг», «Емэл маркетинг». Это новый модуль, относительно новый, ему около года, потому что в разделе «Сервисы» есть еще старый сервис «Рассылок». Это немножечко другое. Вот, мы говорим именно про маркетинг. Давайте сейчас через «Мастер» создадим новую рассылку. Вообще, вот, мы все больше и больше стараемся уделять внимание таким «Мастерам», чтобы упростить работу. Так, сейчас одну секундочку смотрю. Нет, коллега пишет, что не слышно. Должно быть слышно, на самом деле уже. Дмитрий, попозже тогда спишемся, когда я буду заканчивать уже. С помощью таких «Мастеров», которых достаточно много в «Битриксе», мы стараемся упростить работу администратора или того человека, кто будет заниматься именно внутрянкой интернет-магазина или сайта. Что касается «Рассылки», да, есть такой «Мастер», давайте его запустим. Назовем «Тестовая». О, у меня, видите, я уже показывал, и была «Тестовая рассылка». На описание какой-то, если необходимо, заносим. Вывод в публичной части для подписки. Если мы поставим эту галочку, сейчас покажу. То у нас... Видите, здесь вот «Рассылка», можно будет подписаться на какие-то рассылки, которые мы делаем. Мы можем делать несколько рассылок, да. Новостная рассылка, там, рассылка с акциями. Любые рассылки, которые придут вам на ум, вы можете их много разных делать. Вообще классная штука «Рассылки». Сам активно знаю, что читаю письма, которые мне в мой электронный ящик попадают, на те сайты, на которые я подписан, да, с какими-то специальными предложениями или с каким-то интересным контентом. Так, следующий шаг рассылки. Выбираем или создаем группу e-mail-адресов, с которой мы будем работать. Причем можно достаточно гибко настроить это. У меня пока ни одна группа не заведена. Сейчас я создам ее. Пускай будет так. Так, подборка получателей. Давайте попробуем. Нет, у меня нет подписавшихся. Так, мне надо добавить, откуда мне брать эти адреса. Я могу взять информацию из заполненных веб-форм, могу взять список отписавшихся, либо список, который уже есть, получатели рассылок, либо если есть какой-то список адресов. Ну и разные возможности, разные группы, откуда можно все это взять. Давайте возьму, попробую с покупателей. Да, не будет у меня здесь покупателей. А, покупатели, да, здесь слишком гибко настраиваться, тут не получится. Сейчас через пользователей давайте. Наверное, больше всего будет вот так сделать. Давайте всех администраторов, я туда. У меня администратор только один, поэтому только я сюда и попаду. Опять же, если у нас несколько групп адресов, то мы можем выбрать только определенные группы, и из этих определенных групп можем что-то исключить. одну или несколько групп. Ну, я сейчас выберу. Будет у меня один получатель рассылки, это я сам. Далее, после того, как у меня создана и выбрана группа, которая будет получать данные email-адреса, мы переходим непосредственно к созданию выпуска рассылки. Ну, несколько шаблонов есть на выбор. Давайте возьмем какой-нибудь. Вот такой вот мне нравится. Два столбца, три. Укажем тему письма, причем тему письма мы можем указать, используя теги персонализации. Например, написать вот так. Соответственно, в теме письма будет написано «Добрый день, Никита». Ну, Никита, потому что меня зовут Никита, а получатель там будет только не я один. Если у вас группа адресов, да, например, у вас подписались на вашу рассылку Иван, Сергей, Петр и Андрей, то каждый получит персонализированное вот такое письмо, где будет написано «Добрый день, Иван» или «Добрый день, Андрей» и так далее. Указываем отправителя. Ну, причем, да, теги персонализации, они тут разные могут быть. Все это можно сюда добавлять. Указываем важность. У нас нормальная важность, обычная. И, соответственно, переходим уже непосредственно к редактированию нашего шаблона. Для этого есть такой вот визуальный редактор, да, где можно редактировать. Можно сразу посмотреть, как будет отображаться ваше письмо. Причем, что важно, как оно будет отображаться на смартфоне, на планшете или на простом десктопном приложении. На планшете и на десктопе оно у нас не меняется, да, потому что оно с одинаковым разрешением, везде одинаково хорошо выглядит. Вот эту штуку важно не забывать, потому что многие сейчас адаптивный, так называемый, дизайн, да, делают, если с нуля разрабатывают новый сайт, делают все, потому что это стандарт сейчас, потому что все пользуются смартфонами. Но многие забывают делать адаптивные письма, когда делают рассылку. И получается, что на сайт с телефона, на ваш сайт человек заходит нормально, а если рассылку от вас получает, то не очень нормально, потому что открывается, у него все там кривоватенько. Вот. Если необходимо, вы можете, опять же, да, тело письма просто скопировать и там в какую-то другую программу вставить, если рассылаете через какие-то сторонние сервисы. Что здесь еще? Сам, сама рассылка, да, сам тело письма, оно состоит из таких вот блоков. Каждый блок можно редактировать. Открывается еще один такой визуальный редактор. И либо меняете текстом, либо картиночку меняете, либо, если необходимо, закидывать какие-то уже другие готовые вот такие вот блоки. Ну, например, список новостей. Да, вот сюда вот кинем. Выбираем новости. Тип инфоблока новости. Что это значит? Теперь, когда у нас будет уходить это письмо, например, каждую неделю, сюда будет попадать там, не помню, сколько настройок, у нас, по-моему, три, по умолчанию, три последних новости, которые были добавлены в ваш на сайт. То есть вам не надо будет их перепечатывать, как-то брать, да. Вы просто будете, ну, они автоматически будут подтягиваться. Разные есть такие вот автоматические блоки. Ну, один, наверное, из самых интересных – персональные рекомендации для почты. И вы вот полеи заказов. Можно сюда, например, сделать блок, закинуть, вы смотрели, или в вашей корзине лежат. Ну, про корзину мы сейчас еще поговорим. Так, что еще? Ну, вложение необходимо. Опять же, если необходимо, сюда добавляем внизу. И давайте уже дальше переходить и смотреть, как мы будем эту рассылку делать. А эту рассылку мы можем с вами отправить вручную, либо отправить в определенное время, либо по расписанию периодически делать такую рассылку. Например, если это новостной какой-то дайджест, да, то по пятницам, например, в... 17.00, наверное, ну, многие уже не работают в это время, в пятницу, ну, в 14.00, например, делать такую рассылку, которая будет, ну, таким дайджестом новостей, да, что произошло за неделю. Ох, я не отметил там только дни недели, да. Вот так вот, конечно, надо было в пятницу делать. Я указываю название выписка, но это для меня, да, чтобы я мог сориентироваться. Понять мне проще было, что это за рассылка. Если тестовую какую-то отправку, ну, можно сделать. Отправить, например, мне на мой рабочий ящик, Никита1sbitrix.ru. Кстати, можете записать его, если будут какие-то вопросы, пишите. Я всегда с радостью пообщаюсь, отвечая на ваши вопросы. Так, смотрим еще раз шаблон, проверяем, да, расписание отправки. Все, сохраняем эту рассылку, и она у нас автоматически теперь будет работать по пятницам, рассылаться. Здесь мы сможем посмотреть статистику наших выпусков, сколько письма ушло у нас, сколько было прочитано, по каким были сделаны переходы и так далее. Ну, пока у нас выпуск не отправлялся, и статистики, конечно, никакой нет. Вот что хотелось рассказать про рассылки, и еще один важный момент, это триггерные рассылки. Тоже очень интересный инструмент. Давайте тоже через мастер добавим. Чем отличается триггерная рассылка от обычной рассылки? Триггерная рассылка – это рассылка, которая реагирует на какие-то действия или бездействия посетителя на вашем сайте. Ну, мой самый, наверное, любимый сценарий – это триггерная рассылка запытой корзины. Один партнер, ну, как можно сказать, хвастался, что после настройки вот такой вот триггерной рассылки у него из 120 клиентов, которые положили товары в корзину, да, и забыли про эту корзину, после этой рассылки 36 совершили покупку. Это очень хороший показатель. Ну, сами посчитайте, да, конверсия там, больше 25% получается из такой вот рассылки в покупателей. То есть люди пришли, что-то навалили в корзину, отвалились, не знаю, закрыли окно или убежали куда-то, и забыли купить товар. Им пришла рассылка, давайте даже выберем ее, сейчас пока запустим, посмотрим, как она выглядит. Да, условия у нас забытая корзина, ну, здесь вы можете условия под себя настраивать, под свои сценарии какие-то работы, да, под оплату заказа, например, сделали оплату заказа, вы можете после оплаты заказа запустить рассылку, которая через месяц будет напоминать, что, о, прошел месяц, как вы на что-то покупали, вот не хотите ли посмотреть новинки какие-то, или, возможно, это будет купон на скидку, который, кстати, тоже автоматически будет генерироваться. Мы сейчас еще это увидим. Достижение цели у нас, да, оплата заказа, и переходим непосредственно к рассылке. Так, здесь пока мы ничего не трогаем, статус рассылки, письма, вот это нам интересно. Первое письмо, забытая корзина. Через 0 минут после события, события у нас в данном случае, это если в течение одного дня не было никаких действий, после того, как положили товары в корзину, мы отправляем вот такое вот письмо. Ну, тут тоже свой шаблончик, да. Письмо вот так будет выглядеть. Здравствуйте, вы успешно наполняли корзину, но почему-то не оплатили. В корзине вас ждут, и здесь уже валяется компонент «Малая корзина для почты», которая именно для этого посетителя будет показывать, какие товары у него валяются в корзине. Если у нас наш посетитель не среагировал на первое письмо, так, а вот свернуть письмо, то мы ему через один день после предыдущего письма отправляем второе письмо, в котором написано, да, вы положили товары в корзину, мы все уже готово к отправке, мы заботимся о том, чтобы вы получили, прочее, прочее, прочее. Если же он опять никак не среагировал, то мы уже бросаем вход в тяжелую артиллерию. Отправляем такое письмо, приглашаем вернуться в корзину, даем ссылочку на корзину, и, обращая внимание, здесь мы заполняем, закинули сюда компонент специальной генерации купонов на товар для почты. Указываем, что мы даем 5% скидки на один заказ. Настраиваем, да, здесь два раза просто челкнули, и этот компонент настраиваем. Соответственно, человек у нас получит купон, и перейдет, когда в корзину, и применит в корзине этот купон, он получит скидку 5% на весь этот заказ. Скорее всего, это позволит нам все-таки удержать такого клиента, который навалил себе товаров, но не покупает их. Более того, по опыту не своему, но своих друзей, которые живут за границей, знаю, что некоторые таким образом даже хитрят. Вот такой сценарий предлагает Amazon. То есть, когда кладешь в корзину, и какое-то время никак не реагируешь на какие-то письма, которые Amazon тебе начинает слать, зачастую они могут прислать какие-то купоны дополнительные, как раз скидок или каких-то других бонусов именно для тех товаров, которые валяются у вас в корзине. Люди реально этим пользуются. Ну, почему нет? Почему нет? Нам все-таки главное сделать продажу, мы все равно в убытке не будем. Мы скидку предоставим такую, чтобы клиент купил, и мы довольны остались. Вот таким образом выглядит у нас триггерная рассылка. И я сейчас перейду опять к вопросикам, посмотрим, что вы спрашиваете. Да, с настройкой сервера надо, конечно, будет позаниматься, чтобы не угодить в спам. Для информационного портала. А, это, видимо, про АБ-тестирование вопрос. Ну, можно для информационного портала. Только все равно редакция Малый бизнес или бизнес нужна будет. Так, Георгий спрашивает, будет ли сегодня идти речь про интеграцию 1С? Нет, про интеграцию 1С речь идти не будет. Про интеграцию с 1С у нас буквально, по-моему, в прошлом месяце был отличный мастер-класс. Если вас интересует интеграция с 1С, давайте, наверное, даже открою сейчас быстренько сайт, покажу. У нас есть отдельный сайт по интеграции с 1С. Да, господи. Вот он, 1С.1s-bitrix.ru. Я просто покажу. Это очень частые вопросы. На каждом вебинаре его спрашивают. Неправильно я набрал. Так, давайте вот так вот сделаем. Через наш сайт можно на него зайти. Наверху еще интеграция с 1С. Раздел поддержка, вебинары. Вот, 28 октября. Живой мастер-класс по настройке 1С для интернет-магазина. Презентация новых модулей. Пожалуйста, смотрите его, либо какие-то предыдущие вебинары именно по 1С. У нас сегодня больше такой обзорный, а здесь больше, наверное, такой технический. Так, едем дальше. Смотрю еще вопросы. Можно ли серию письм создавать и отправить автоматом? Да, можно. Так, ссылка, да. Ну, Сергей, вы скинули ссылку. Я боюсь, что ее кроме меня не видит никто. Ну, Татьяна, да, задает хороший вопрос. Если на сайт зашел новый пользователь, в корзину положил товар, и, как правило, свои данные заполняет перед отправкой заказа. Как заполучить его контакты? Просить сразу регистрироваться, еще не положив товары? Как правило, многие откажутся делать это, и многие уходят с сайта. На самом деле, если нам пользователь не отдаст свой e-mail, мы, конечно, его никак идентифицировать не сможем. Ну, можно попробовать схитрить, да, можно попробовать его каким-то либо бонусами заманивать, так, чтобы он стал все-таки зарегистрирован пользователем у вас. Либо, не знаю, заполнять какие-то, возможно, ну, в любом случае, даже форма. Надо, чтобы он был зарегистрирован. По-другому, к сожалению, никак не получится. Если человек не оставил нигде наш e-mail, то нам и письмо ему отправлять некуда. Так, у меня нет магазина, есть на фипорплассе продажа контента. Можно ли настроить данный модуль не к магазину? Ну, смотрите, настроить можно все, что угодно. Можете попробовать самостоятельно, как бы, да, есть документация, где описана как раз настройка этого модуля. Ну, можно обратиться к нашим партнерам. И чтобы они помогли вам настройки. Партнеры у нас на сайте в разделе партнеры есть. Так, давайте поедем дальше. С текущего слайда. Так, про это мы с вами поговорили. Триггерные рассылки, да, тоже поговорили. Ну, вот, какие есть по умолшанию триггерные рассылки? Есть брошенная корзина, есть отмененные заказы, есть повторные заказы, есть всякие серии, там, сколько-то дней делали заказы. И разные другие, но можно писать разные и свои рассылки тоже делать. Мультиканальность. Это вообще один из основных, наверное, трендов последних пару лет. возможно, особенно вот в последнее время, в 2016 году, это возможность общаться с клиентами с помощью разных каналов связи. Есть интересное исследование от компании Data Insight, они его опубликовали буквально, мне кажется, там еще месяца не прошло, утверждают, эти исследователи, эти аналитики утверждают, что в ближайшем будущем магазины, которые работают только в онлайне или которые работают только в оффлайне, будут исчезать и будут на плаву оставаться только те магазины, которые торгуют и онлайн, и оффлайн одновременно. То есть достаточно популярный сценарий, если мы про бытовую технику например говорим. Пришли в магазин, посмотрели, что-то приглянулось, сфотографировали название модели, пришли домой, открыли в интернете, где-нибудь на Яндекс.Маркете и начинаем изучать про этот товар, читать отзывы, смотреть обзоры. Ну, понравилось нам, окей, прямо здесь сделали заказ и выбираем уже, оплачиваем там карточкой или наличными, делают нам доставку домой или мы сами в магазине приедем, заберем и так далее. Все это называется мультиканальность, когда у нас несколько каналов по общению, по работе с покупателем и нам, конечно, важно все эти каналы как-то объединить и интегрировать друг с другом, чтобы у нас была такая сквозная информация. Получилось у нас это сделать с помощью нашего второго продукта, это Bittrex24. Я сейчас вкратце про это расскажу, а вот показывать наверное особо много не буду, потому что у меня послезавтра будет вебинар, который будет называться интеграция CRM и интернет-магазина. И вот там мы подробно рассмотрим все эти инструменты. А сегодня мы про них просто поговорим. Онлайн-чат на сайте. Очень популярный сценарий, куча сервисов, которые предоставляют вот такие услуги. мы сейчас сделали, даем, вернее, даем, уже дали возможность владельцам интернет-магазинов на Bittrex использовать онлайн-чат на сайте, не платя за это какие-то лишние деньги. Один онлайн-чат на сайте доступен прямо бесплатной версии Bittrex24. 12 сотрудников очереди, которые могут отвечать на эти вопросы, количество сессий и пользователей, которые будут стучаться к вам в этот чат, неограничено. И онлайн-чат можно ставить на неограниченное число сайтов. Если у вас, например, несколько магазинов, один и тот же виджет, поставите везде. И все будет вам в общую очередь валиться в ваш мессенджер Bittrex24. Сам этим пользуюсь, даже продемонстрирую. А вот он, наш онлайн-чатик. Здесь у нас подписка, а здесь у нас подписка. Так, 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 а я немножечко открытыми линиями пользуюсь. Да, немножко обманул я вас. Здесь у нас не чат, а возможность заполнить форму, поэтому сейчас с вами тоже поговорим. Онлайн-чат на сайте, да, я не размещал, размещу в четверг, покажу, как это работает. Но дело в том, что онлайн-чат это лишь одна небольшая возможность. Еще одна интересная возможность это открытые линии. Вот это классная штука, которая позволяет объединять разные каналы коммуникации с клиентами в одном окне, грубо говоря. Смотрите, история такая, что мы все больше и больше и чаще пользуемся разными мессенджерами. Я уверен, что многие с кем мы общаемся, кто сейчас меня слушает, наверняка на смартфонах стоит Viber, WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Skype, Facebook мессенджер. у меня 5 штук я насчитал, точность с которыми я работаю, плюс еще мой Bittrex 24 мессенджер, который у меня в мобильном приложении, где я общаюсь с коллегами. Вот, и пользователи, другие люди, они тоже пользуются этими мессенджерами, им привычно ими пользоваться, и это нормально, когда можно задать какой-то вопрос в мессенджере, и в него же в этот мессенджер получить ответ. Более того, часто, если кто Инстаграм, например, пользуется, может видеть какие-то рекламные посты, переходишь на страничку, продают какой-то товар, и у них нет интернет-магазина. Они пишут номер телефона, пишите Viber, пишите WhatsApp, пишешь по этому номеру телефона WhatsApp, и уже договариваешься о покупке, продаже и так далее. Вот, то есть эти сценарии удобны пользователям, и, соответственно, раз они удобны пользователям, надо им предлагать эти сценарии на своем сайте. У нас эта штука называется открытые линии. Вы можете подключить те каналы связи, с которыми вы хотите работать, на свой сайт, грубо говоря, разместить их там. И как это работает, покажу в четверг, потому что большая, обширная тема. Но очень удобно. Кроме того, можно настроить интеграцию в этих открытых линиях с социальными сетями. Ну, согласитесь, достаточно удобно зайти на ту же самую страничку Битрикса и в комментариях задать какой-то вопрос. Или просто на страничке Битрикса, там, Фейсбуке, тоже задать какой-то вопрос. Ну, мне, например, вот эти вопросы, которые вы задаете в социальных сетях, мне и моим коллегам прилетают, и мы на них отвечаем, причем, независимо от того, где находимся, в офисе, не в офисе, где-то, в разъездах, сообщение приходит прямо на мобильное приложение, если я могу ответить на данный вопрос в данную минуту, я на него отвечу, и вы оперативно получите ту информацию, которая вам нужна. Если не могу ответить на этот вопрос, то я могу переадресовать его, например, или пропустить этот вопрос, он уйдет по очереди к какому-то моему коллеге, и он уже на него ответит. Еще один сервис, который тоже бывает сторонним, но мы его сделали прямо у себя внутри, это возможность заказа обратного звонка. Очень быстро размещается такая форма обратного звонка на сайте, при заполнении номера клиента будет сделан входящий звонок в компанию, но это мы все с вами четверг посмотрим, когда будет у нас как раз по интеграции с CRM вебинар. Подробно расскажу, ну, сегодня расскажу, что есть такая штука, можно ее брать и пользоваться. Но, опять же, для этого надо, чтобы у вас был Bitrix24. Телефонию мы пока в админке еще не выкатили, будет позже, поэтому проскочу эти штуки. CRM-форма на сайт, да, видели с вами только что, когда я хотел показать вам чат, а у меня там был не чат, а форма. На 16 ноября будет презентация новой версии Bitrix24. И всем, кто хочет самыми первыми узнать, что мы нового приготовили, мы предлагаем заполнить такую форму. У нас эта информация попадет сразу в нашу CRM-ку и, соответственно, тем, кто зарегистрировался, мы с этими посетителями будем работать, сделаем рассылочку с ссылкой на видеотрансляцию и будем всячески с ними поддерживать связь. Вы можете эту форму также самостоятельно разместить на своем магазине или на своем сайте. Достаточно просто все это делается. Более того, если у вас нет ни магазина, ни сайта, вы можете сделать просто по отдельной ссылке вашу форму, например, какие-то опросы, сдавать какую-то информацию. И, например, ссылку эту разместить у себя на визитке, либо просто ссылкой, либо каким-то QR-кодом, раздавать визитки, клиент будет проходить по этой ссылке, заполнять какую-то информацию, которая вам необходима, будете уже связываться с клиентами и дальше какие-то дела вести. На самом деле, очень удобно. Вот такой вот полный набор инструментов для коммунитации с клиентами в любой точке клиента можем захватить на сайте и по всему циклу продаж провести. На самом деле, очень здорово, очень удобно. И здорово, что работает так, скажем, незаметно для вас и для пользователя, сильно не напрягая. Так, посмотрю сейчас вопросики и перейду к технической части. Открытые линии доступны во всех редакциях. Это про Bitrix24 уже открытые линии. Так, про виджет в мобильной версии услышал вас, Александр. Посмотрим, что можно сделать. Где можно будет записаться на вебинар, который будет в четверг? Ну, давайте посмотрим с вами. Сайт 1С терабитрикс.ру раздел мероприятия раздел вебинары ну и наш сегодняшний вебинар уже в архиве. Вот он 8 ноября. А следующий, который будет 10 ноября вот здесь можно записаться. Приходите, буду рад всех видеть. Так, дальше смотрю вопросики. да, Сергей мне добавил, но сегодня я не рассказал про это, я расскажу про это в четверг, про то, что вот все сообщения, которые вы будете получать там в открытых линиях, они еще все будут в лиды загоняться, но это что такое лиды и что такое вообще CRM, это мы уже по четверг с вами все поговорим. Сейчас давайте вернусь к презентажке и покажу еще одни инструменты, так как мы с вами уже посмотрели. Технические инструменты, которые предлагает Bittrex. Ну, вообще, скорость работы сайта это один из самых важных параметров сейчас, потому что если сайт открывается медленно, его просто закрывают, делают два клика и уходят на сайт конкурентов. Это очень обидно. Для того, чтобы такого не происходило, у нас есть несколько инструментов. В первую очередь это такой, ну, можно сказать, уникальный наш сервис, композитный сайт, запатентованный нами, кстати, не сервис, как же это назвать-то правильно, технология, запатентованная технология, которая, грубо говоря, делает ваш сайт быстрее. Вот если не вдаваться в технические подробности, просто нажатием там одной кнопки делает ваш сайт быстрее. Раньше для настройки композит приходилось партнеров привлекать, ну, сейчас делали такую штуку, как автокомпозит, где партнеров можно не привлекать, делать это самостоятельно. Технически это сочетание возможности загрузки статической информации и динамического какого-то контента, мы все это объединяем, параллельно загружаем и за счет этого реальный сайт работает быстрее. Автокомпозит, как я уже говорил, делается. Где он встраивается, давайте покажу в админке. так, если не ошибаюсь, настройки. Не помню. Давайте вот так попробуем. Классная штука поиск, я, кстати, рекомендую активно пользоваться. вот она, пожалуйста, композитный сайт. Здесь даже рекламный видеоролик есть. О, у меня, кстати, не включен. Давайте включим. Включили композит. Автокомпозитный режим включен, пишет. Отлично. Ну, и здесь надо будет небольшие настройки произвести. Я ставлю стандарт режим задержки перезаписи. группа пользуется у меня сейчас для всех срабатывает. Кнопка быстро с 1С битрикс. Ну, я могу ее оставить, могу ее не оставлять, но мы все-таки рекомендуем эту кнопочку оставлять, потому что это индикатор того, работает у вас композит или нет на вашей страничке. Пожалуйста, патенты как раз по композиту. Так, сохраняю настройки. Сейчас проверю. А у меня он не загрузился что ли в композите. Что-то не настроило, я, видимо, не в композите нагрузился, потому что должна была кнопочка появиться. Ладно, не буду сейчас на этом останавливаться. Вот такой еще инструмент хотелось бы показать, как скорость сайта. Ну, ладно, не удалось с сервисом статистике. скорость сайта это инструмент, который показывает, насколько быстро отображается ваш сайт в тех или иных клиентов. Именно причем у посетителей, именно в браузерах вашего клиента. То есть это не только скорость, которой информация отдается от сервера до конечного посетителя, но и то, насколько быстро эта страничка отрисовывается, отображается. По географии можно посмотреть, где насколько быстро у кого лучше открывается. Ну, понятно, если мы там здесь почему-то одна секунда не быстро, странно. Южнее не очень. Вот здесь у меня в Калининграде, где я нахожусь, прям хорошо, красиво работает. К сожалению, да, распределение скорости сайта по времени не отобразилось у меня, но, честно говоря, вчера только поставил вот этот, обнулил свою тестовую версию, просто у меня, возможно, статистики еще не набралось. И вот, то есть это возможность увидеть, насколько быстро отображается ваш сайт именно в браузерах посетителей. Это очень важно. да, вот как раз сервис скорости сайта показывает до композита, сайт работал медленно, отображался 1,86 секунды, а после включения композита и настройки в 0,72 секунды. Вот, распределение сайта по времени, ах, раскачило, прошу прощения. Да, есть специальная такая шкала, не смогу сегодня показать. еще один инструмент, который позволяет ускорять сайт, это CDN, так называемый Content Delivery Network. Это облачный сервис, который дублирует контент вашего сайта на серверах по разным городам России. Соответственно, если вы где-то находитесь, или посетитель вашего сайта находится где-то географически сильно удаленно от сервера, на котором хостится ваш сайт, то информация будет собираться как с вашего сервера, сервера вашего хостинга, так и с близлежащих каких-то серверов. За счет этого скорость загрузки увеличивается. Ну, и включается все это достаточно просто одной кнопочкой CDN. Давайте, кстати, посмотрим, включен он или нет. Ускорение сайта CDN. У меня не включено. А, URL сайта. все, у меня теперь стен уже работает. Ну, здесь совсем простые настройки. И 40 гигабайт у меня вот, например, есть на эту CDN. Так, сейчас посмотрю, что еще. Ага, давайте вот такой посмотрим сервис персонализация. Тоже есть отдельные сервисы по персонализации. Не всегда они просты в настройке. Все эти стоят денег, бесплатных я их не знаю. Но мы запустили свой сервис, который позволяет определять интерес пользователей к товарам. Дело в том, что интернет-магазин, в котором работают на Битриксе, их десятки тысяч в сайте. Мы все-таки являемся лидером в этой области. И нам очень захотелось этой информации, уметь с информацией этой работать. В смысле, кто что покупает, какие товары с какими покупает и так далее. Мы сделали такой вот универсальный компонент, который можно просто разместить на главной странице, там, на карточке товара, либо в каталоге товаров. И если человек хочет использовать этот сервис, владелец магазина, то он в свою очередь тоже делится информацией. Причем делает это все анонимно. То есть мы не знаем, имя, фамилию или какие-то контактные данные вашего клиента. Для нас все это анонимные пользователи. Просто мы знаем, что пользователь с уникальным номером 1, 2, 3, 4, 5 просматривал такие товары, купил такие товары, вместе с этими товарами купил еще какие-то товары. И если, например, пользователь будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 будет просматривать такие же товары, то мы ему предложим какие-то сопутствующие товары, либо предложим то, что просматривал пользователь, который похож на этого пользователя. И так далее. Там несколько алгоритмов, которые работают, но на самом деле выглядит это как магия, как черный ящик. Хотя по факту это чистая математика. Поэтому обязательно пользуйтесь этим сервисом, тем более он бесплатный. Вот так вот выглядит рекомендуемые товары для каждого конкретного посетителя. А вот еще интересная штука появилась, Big Data с облаком интересов. Прямо в режиме реального времени строит облако интересов. Конкуренции. Не будет у меня здесь видеоролика того, который я хотел. Ну, попробую объяснить на пальцах. Если мы как пользователи заходим например на у нас в примере это сайт по изготовлению тортов, посмотрели какие-то товары, потом зашли на сайт Bittrex, потом зашли на сайт какой-то посвященный автомобилям, потом вернулись на сайт по изготовлению кондитерских изделий, опять зашли в раздел главного каталога, система вот эта Big Data она уже составила облаков интересов наших. Она запомнила, что мы интересуемся 1S Bittrex и она запомнила, что мы интересуемся автомобилями. И среди товаров, которые она найдет на сайте с кондитерскими изделиями, она в первую очередь предложит нам тортик 1S Bittrex и тортик в виде автомобиля. Ну, грубо говоря, так это и работает. Что касается нагрузок. Ну, здесь много есть инструментов наших, да, но это скорее для крупных проектов, для больших, где необходимо распределение на несколько серверов. Если кому-то это будет интересно, могу отдельно потом рассказать. Так, а сейчас потихонечку давайте буду уже заканчивать. про стоимость лицензии, да, расскажу. Вот все, что я сегодня показывал, в основном, что было связано с маркетинговыми инструментами, это все есть в редакциях «Малый бизнес-бизнес», технические инструменты почти во всех редакциях есть. Если есть у вас какие-то вопросы, то задавайте их, а я пока уже Дмитрия попрошу готовиться. Да, Дмитрий готовится, я вижу, что Дмитрий готов. Да, конечно, вот про Бигдату я спрашивал. Сайт Тартов и сайт Облака на Битриксе. Ну, в нашем примере да, но это не обязательно, что они будут на Битриксе или нет. Мы должны, мы просто собираем статистику, чем человек интересовался. Скидок участникам вебинара, к сожалению, нет. Сколько стоит обновление на новую версию? Ну, смотрите, у нас нет такого, что обновление на новую версию. Вот если вы купили лицензию любую, там, «Малый бизнес» или «Бизнес», в течение года все новые версии, которые мы выпускаем, вы их себе совершенно спокойно устанавливаете. Другое дело, если вы, ну, если год прошел и вам, вы решили, что в дальнейшем тоже хотите новую версию устанавливать, тогда вы просто покупаете продление, оно стоит 22% от стоимости той лицензии, которая у вас есть. если вы это продление покупаете больше, чем через один месяц, то оно будет стоить уже 60% от стоимости лицензии. Композит доступен на всех редакциях, кроме первого сайта, насколько я помню. Год прошел, если, Александр, ну, вы знаете, что, можете в почту написать, мы посмотрим ваш ключ, скажу, а даже не так, даже можно вот так сделать, давайте посмотрим, на сайт зайдем сейчас сайт с Bittrex.ru, так, как продлить лицензию, да, просто ваш ключ лицензионный сюда введите, если не знаете, где его найти, вот здесь нажмете, тут написано будет. И вам лицензия, которая именно для вашего ключа, продление, которое для вашего ключа необходима, оно автоматически подберется. Так, друзья, давайте передам пока слово Дмитрию, а сам параллельно буду отвечать письменно на ваши вопросы. Так, сейчас, одну секундочку. Дмитрий, я потерял, я сейчас, секунду. так, Дмитрий, слышно ли меня? Да, вас слышно. И вас слышно, я тогда делаю органайзером. Все, можно включать экран, там такая зелененькая кнопочка есть с экраном. Экран Экран видно? Все видно, можно начинать, я пока отключаю свой микрофон. Хорошо. Так, сейчас мы уберем лишние панели. Так, моя тема, как правильно выбрать и настроить хостинг для 1С Bittrex. вот какие вопросы будут рассмотрены. Это правильно выбираем, настраиваем хостинг, рассмотрим некоторые новые технологии для сайта, которым должен предоставлять хостинг, или очень желательно, чтобы он предоставлял. И обсудим некоторые вопросы стабильности работы, а также резервное копирование и вопрос высоких нагрузок. Вопрос номер 1. Как правильно выбрать и настроить хостинг? На самом деле, даже стоит начать с того, насколько это важно, потому что скорость загрузки вашего сайта действительно определяет то, сколько клиентов у вас потом в итоге будет. Вы можете увидеть статистику на ваших экранах. Это статистика, которая была приведена исследователями в этой области, пользовательских профейсов. И вы можете заметить, что 47% пользователей ожидают, что страница загрузится в течение 2 секунд, еще 40% после этого могут уйти с сайта, который грузится более 3, и больше половины утверждают, что загрузка влияет на вообще их лояльность с сайтом. А также 3 секунды уменьшают лояльность этих клиентов. вот виден график на влияние скорости загрузки вообще на конверсию. Вы видите, насколько большой спад. Для того, чтобы узнать, сколько загружается ваш сайт, в Битриксе есть отличный инструмент, который называется также скорость сайта. И здесь вы можете увидеть информацию по поводу того, сколько сайт загружается в различных точках России, мира. И это даст вам некоторое понимание того, что необходимо улучшить или где пользователь ждет больше, чем хотелось бы. также есть инструмент производительность сайта, в котором мы можем увидеть среднее время отклика, ну и вообще скорость, скорость работы. Хостинги бывают разные, и очень многое зависит от того, какой размер у вас сайт, того размера трафика, который вам приходится выдерживать. есть виртуальный хостинг, это грубо говоря вы арендуете у провайдера услугу размещения вашего сайта, и сам провайдер занимается тем, что обслуживает этот сервер. Также есть WPS, это хостинг провайдер вам предоставляет сервер в аренду, и вы сами занимаетесь его настройкой. Виртуальные машины очень похожи на WPS, но они более гибкие, потому что если вам потребуется больше места или больше каких-то ресурсов, вы можете их попросить. Также есть рейтинг от 1S Bittrex, если вам нужно выбрать хостера, и в этом рейтинге представлены официальные партнеры, у которых сама услуга заточена под сайты на Bittrex. Но проблема в том, что не всегда подходит этот список, потому что у вас могут быть какие-то специфичные функции, какие-нибудь мощные калькуляторы, какая-то сложная интеграция с сервисами, и поэтому иногда стандартного функционала просто недостаточно, и необходимо ввести какие-то настройки самому, или просто иметь какой-то тариф, который гораздо более должен быть производительным, чем те, которые предоставляют. Отчего же может зависеть скорость загрузки сайта? Есть три большие категории. Это время отклика, производительность вычислений и время отдачи контента. Разумеется, это то, что зависит непосредственно от серверной части. Время отклика это время между тем, как вы отправили запрос и тем, как сервер начал его обрабатывать. И зависит он от расстояния до сервера, от оборудования, которое стоит между вами, и сложность сети. Грубо говоря, если вы заходите с мобильника, ваш сервер находится в какой-то сложной локальной сети, то, скорее всего, время будет более длинным, время ждания будет более большим. И этот фактор очень важен, потому что он влияет на пользователя. Это время, когда вы ввели адрес вашего сайта, ну или не вашего сайта, и ожидаете, когда начнется загрузка. Меня, например, раздражает, если эта загрузка длится очень долго, когда ничего не меняется, ничего не происходит, и ты вообще думаешь, существует этот сайт или нет. Как узнать время отклика? В любом браузере на компьютере есть инструмент, который называется панель разработчика, и в ней можно узнать очень много информации по поводу соединения, по поводу того, как ваш сайт загружается, по поводу того, какие ресурсы можно оптимизировать. Я думаю, это больше касается технических специалистов, но если вы хотите проверить их работу, обычный браузер это уже хороший инструмент. Входим в панель разработчика, смотрим самый первый файл, который загружается, обычно это имя данного, в нашем случае это clondaxstudio.ru и смотрим здесь временем отклика называется initial connection и он занимает 95 миллисекунд, что на самом деле довольно много. Половина этого времени уходит на SSL соединение. Как можно улучшить время отклика? По определению улучшить его можно тем, что найти хостинг партнера ближе к вашей целевой аудитории. Если большинство ваших пользователей находится в Москве, имеет смысл найти сервер, который располагается как можно ближе к Москве или внутри самой Москвы. Также если вы находились в Сибири, ваш основной поток клиентов находится в той же Москве, то опять же разумнее найти хостинг не где-то в Сибири, а в Москве, потому что там большинство ваших клиентов. также мы уже говорили в предыдущем докладе о Content Delivery Network. Это штука, которая позволяет вам находиться в любой точке мира с вашими файлами и отдавать их оттуда. Если у вас большая корпорация, которая имеет клиентов с всего мира, очень разумно будет воспользоваться CDN-кой, потому что в таком случае ваши пользователи не будут ждать, пока с другой точки планеты прилетят какие-то картинки, CSS, JS и так далее. Мы также рассмотрели Bitrix Autocomposite. Это отличное средство для того, чтобы улучшить время отклика, так как опять же файлы отдаются из CDN-ки. Мы подробнее уже об этом говорили, ну и чуть-чуть расскажем об этом дальше. Следующий пункт, который помогает хостингу стать быстрым, это производительность вычислений. Это скорость, с которой сервер обрабатывает код страницы и передает ответ на запрос. Соответственно, он влияет на время ожидания страницы, особенно если у вас большой интернет-магазин или какие-то сложные фильтры или сложные калькуляторы. В таком случае вам обязательно послушать, что с этим делать дальше. В инспекторе браузера это зеленая шкала waiting. Как узнать производительность? Есть первый вариант, это посмотреть в браузере как раз на эту строку waiting, либо посмотреть деятельность конфигурации в покугаях, так называемых битрикс. там вы увидите за сколько загружается пустое ядро и это позволит дать какие-то общие представления о том, насколько быстро он работает. Должно быть больше 30, так советует сам разработчик битрикс. Никогда не помешает иметь больше, чем 30. Например, на одном из сайтов у нас производительность 260. мы считаем это очень хороший показатель. Как можно улучшить производительность? Во-первых, нужно искать хостинг, где они могут предоставить сервер с хорошим процессором, желательно многопоточным, и чем больше у него потоков, и, соответственно, чем больше у вас трафик на сайте, тем лучше. Также большим количеством оперативной памяти, потому что каждый процесс, каждое соединение с клиентом требует какой-то ее кусочек, и, соответственно, чем ее больше, тем, во-первых, больше клиентов ваш сайт может обслужить, и тем быстрее он вообще в целом будет загружаться, работать. Конечно, это касается сложных вычислений. Также это, конечно, не касается сервера напрямую, но обязательно оптимизируйте свой код. или, если уж совсем лень оптимизировать, пользуйтесь кэшем. Есть требования NASA к коду, есть MMCash, очень хорошо бы это все изучить, потому что даже если у вас будет очень-очень-очень-очень крутой хостинг, вряд ли вам понравится много платить за то, что кто-то решил в цикле делать страшные запросы. Это никому не требуется, поэтому обязательно проверяйте качество кода и возможно даже тратьте какие-то финансы для того, чтобы после внедрения нового функционала или нескольких новых возможностей для вашего сайта была произведена оптимизация всего того, что было сделано, потому что, скорее всего, это можно сделать чуть иначе, чтобы это работало быстрее. не бойтесь этим заниматься. Ну и также повторюсь по технологию автокомпозит, она позволяет очень сильно сократить ожидания, потому что по сути это страница, которая сохранена где-то в кэше и кэш не требует пространства. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Небольшие у нас видим проблемки сейчас субтитры создавал DimaTorzok 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 Пытаюсь выйти с ним на связь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий, алло! Алло, слышно меня? Да, и видно уже Так, ну мы продолжаем тогда, я извиняюсь Проблема какая-то возникла? Да, извиняюсь, у меня возникли технические проблемы, вылез синий экран и против него очень сложно что-то сказать Да, бывает такое, но давайте продолжать тогда В любом случае запись Да, хорошо Все Мы остановились на том, что хорошо бы оптимизировать свой код и тратить на это даже какие-то ресурсы, потому что в итоге это скажется гораздо лучше, чем повышать очередной распланку железа, которое мы используем И технология автокомпозит Просто хочется привести пример конкретно сайт нашей студии Можем увидеть, что без кэша и без автокомпозита время загрузки страницы, время ожидания точнее страницы составило 445 миллисекунд что довольно много учитывая то, что это только-только-только загрузился скелет страницы С использованием автокомпозита это время сократилось в 4 раза Я думаю, что это достойные цифры хотя бы ради того, чтобы попробовать перевести свой сайт на автокомпозит Ну, соответственно, клиенты, я думаю, будут более лояльны в виде, что сайт в веб-студии такая быстрая загрузка Хорошо И третий пункт это время отдачи контента Это время, которое занимает, собственно, передача готовой страницы и со всеми ресурсами, которые она загружает Это картинки, файлы стилей файлы скриптов и так далее Также мы здесь затронем работу базы данных потому что во многом советы, которые увеличивают время отдачи контента они также способствуют увеличению работы точнее ускорению работы с базы данных Вот время отдачи можно узнать очень просто в браузере это то, сколько, собственно, загружалась страница Это время load Здесь она составляет 1 секунду и 89 сотых Как его улучшить? Во-первых, нужно искать хостинг с твердотельными накопителями под базу данных или кэш Почему? Твердотельные накопители в отличие от дисковых они они более быстрые и им не требуется много времени для того, чтобы найти тот или иной файл в своей памяти Поэтому их очень круто использовать под базу данных так как выдача какой-то информации будет в разы в десятки раз быстрее или под кэш для которого тоже не требуется множество вычислений то есть мы кладем туда файл он там хранится и просто отдается у нас когда его запрашивают это очень сильно повлияет на скорость работы вот у нас некоторые сервера выделены полностью под сайты и они полностью находятся на твердотельных накопителях разница между такими серверами и серверами на обычных жестких дисках огромна поверить также для того, чтобы увеличить время отдачи нужно искать хостинг с двухуровневой архитектурой Bitrix рекомендует двухуровневую архитектуру я не буду исключением потому что такой тяжеловес как Apache не может быстро работать и со статикой и с кодом в общем не буду вдаваться в технические подробности ищите хостинг сенжинкс будет круто ну и конечно пользуйтесь CDNK или автокомпозитом или тем и другим вместе потому что по сути это одно потому что это тоже позволит сократить время отдачи когда сервер ближе загрузка длится меньше вот итоги того что мы сейчас проговорили о том как можно выбрать хостинг чтобы он был быстрым в любом случае презентация будет доступна поэтому вы можете посмотреть эти итоги внимательней хорошо помимо того что хостинг он должен быть современным так хотя наверное сейчас нужно посмотреть есть ли какие-то вопросы ну как я понял вопросов нет вопросов без вопросов хорошо вот список технологий и сервисов которые очень полезны для сайта для его скорости для его производительности для его вообще функционирования это php седьмой версии opcash который является модулем для php memcash который отличный сервис для тоже тоже для кэширования ну и let's encrypt сейчас чуть подробнее поговорим об основных и расскажу про другие php 7 php 7 это последняя версия php это язык на котором пишутся ваши сайты и он почти в два раза быстрее чем его предыдущая версия не обращайте внимание что в седьмой версии php предыдущая это пятое так исторически получилось и php версии 5.6 он быстрее чем 5.3 еще в два раза часто приходится сталкиваться с тем что просят сайт с разработки перекинуть в продакшен я смотрю на окружение продакшена там стоит php 5.3 мне становится грустно потому что это значит что сайт будет уже работать медленнее в полтора-два раза и очень важно чтобы хостер поддерживал php хотя бы 5.6 и php 7 и также ваш сайт также был написан по стандартам php 7 действительно зачем нужны более мощные сервера если можно один раз улучшить ваш сайт до последней версии и это даст большой рост в оптимизации производительности вы сами можете заметить что по сравнению с php 5.3 это практически четыре раза мемкэш это такой сервис это опция сервера которая позволяет делать кэш в оперативной памяти оперативная память гораздо быстрее чем и жесткий диск обычный магнитный и твердотельный жесткий диск поэтому информация будет вашим пользователям отдаваться гораздо быстрее что соответственно тоже заставит их почувствовать себя более лояльно так как то что они запрашивают будет на их экране гораздо быстрее чем у ваших конкурентов тогда вкратце еще про другие технологии Let's Encrypt это сервис который позволяет вам бесплатно получить SSL сертификат нужен он вам или нет решать решать в первую очередь вам могу сказать точно что зеленый замочек в адресной строке также повышает лояльность клиента тем более это сделать несложно сертификат первого уровня дается бесплатно если вам не требуется сложная интеграция с банковскими системами а просто сайт который предоставляет какие-то услуги или обычный магазин Let's Encrypt поможет вам сэкономить и время и деньги потому что достаточно проставить несколько галочек и ваш сайт уже работает на безопасном протоколе HTTPS ну и также может поддерживать более новые технологии как например HTTP 2 который также ускоряет загрузку сайта OpenDeQ это технология которая позволяет вам отправлять более более надежную почту это очень помогает в различных рассылках так как почтовые системы там Яндекс Мэйл Гугл они более лояльно относятся к вашим письмам и у них будут не такие требования как к любым другим письмам OpenDeQ позволяет создавать быстро запись под ваш сайт под ваши ящики почтовые которые на этом сайте расположены и имея такую подпись ваше письмо пройдет антиспан фильтры гораздо легче и гораздо большему количеству пользователей вы сможете их отправить и последнее это Nginx PHP сейчас в моде микросервис архитектура если вы хотите чтобы ваш сайт работал вообще капец как быстро это на что стоит обратить внимание здесь в этой связке убраны многие тяжеловесные компоненты как например вот веб-сервере Apache и это позволит еще увеличить производительность довольно внушительно и последний вопрос который я рассматриваю это надежность хостинга конечно хостинг должен быть надежным должен быть надежен хостер мы не хотим супер быстрый сервер который работает один час в сутки потому что от него тогда не будет толку вот параметры надежности для хостера аптайм серверов он должен быть максимально высоким также хорошо бы видеть есть ли обновление версии версии софта который стоит на этих серверах обязательно должно быть резервное копирование и возможно даже не одно а также также брать сервер самому немного с запасом это будет гарант того что он может выдержать более более высокие нагрузки чем ваши обычные по поводу бэкапирования хочется рассказать отдельно трехуровневое бэкапирование это означает что бэкапы делаются в трех местах во первых это облачный бэкап от 1s битрикс если ваша редакция позволяет вы можете делать в облако бэкап сайта каждый там какой-то промежуток времени это входит функционал и вы можете увидеть это в настройках облачное бэкапирование а также бэкап хранится на сервере рядом с сайтом для того чтобы быстро развернуть горячую копию если какой-нибудь из разработчиков или что чаще на самом деле бывает из пользователей или менеджеров если кто-то испортил сайт это настолько талантливо что сайт нельзя так быстро поднять вы можете всегда развернуть свежий бэкап который у вас рядом с сайтом находится также последний уровень бэкапирования это файловый бэкап на отдельный сервер кто знает что случится с вашим сервером завтра или послезавтра очень важно чтобы чтобы также бэкап был в каком-то отдельном месте чтобы в крайнем случае развернуть ваш сайт на каком-то другом сервере потому что и у провайдера бывают какие-то сложности и были случаи в практике когда горел дата-центр хорошо если бэкап есть не только в этом дата-центре само собой наверное сейчас будут очевидные вещи важно чтобы было место под бэкапы очень важно убедиться в том что есть место хотя бы по 2-3 копии резервные на вашем хостинге плюс хорошо если база данных бэкапится как минимум каждый день также файлы ну еженедельно раз в 2 недели потому что потерять файлы в принципе за 2 недели это не такая большая катастрофа если ваш сайт уже функционирует довольно давно скорее всего изменения будут минимальные но потерять заказы и потерять клиентов это очень очень дорогая потеря поэтому база данных должна бэкапиться чаще в идеале конечно вообще каждый час очень важный момент на который стоит обратить внимание это то что не всегда хостер предоставляет такое ежедневное автоматическое бэкапирование поэтому обращайте пожалуйста внимание на этот вопрос представляют они такую услугу или нет хорошо бы знать условия заранее вот немного про аптайм сервера аптайм это вообще время его непрерывной работы вы можете спросить у сотрудников хостера какой у вас аптайм сервер когда выбираете его или когда просто решили вдруг заняться этим вопросом очень важно чтобы он был максимально высоким так как простое вызывает потерю и рекламных кликов и пользователи а если простое долгие то поисковики могут проиндексировать точнее пометить ваш сайт как медленный как не очень надежный ну и тем более скорее всего будет высокий показатель отказов так как пользователь будет заходить на ваш сайт и не сможет его прогрузить и будут потери в позиции выдачи поэтому очень важно чтобы сервер работал всегда идеальный вариант это аптайм 100 процентов но к сожалению такого не бывает поэтому смотрите хотя бы в пределах 90 высокие нагрузки есть множество клиентов которые говорят о том что у нас там тысячи десятки тысяч посетителей день наш сайт не выдерживает какой ужас какой кошмар что нам делать но сайт они уже разместили поэтому очень важно очень важно если вы выбираете какое-то новое место для сайта очень важно понимать сколько у вас будет посетителей чтобы можно было рассчитать примерную нагрузку с этим поможет специальный аналитик мой совет такой всегда берите хостинг с запасом запас какой решать вам кто-то может взять в два раза больше чем то что планируется кто-то там процентов 10 но рассчитывайте всегда что наступит какая-нибудь черная пятница или если вдруг какой-нибудь очень крупный игрок прорекламирует ваш магазин или сайт то у вас будет большой наплыв посетителей если вы знаете сайт это называется хаброэффектом когда выкладывается какая-то ссылка в комментариях и куча пользователей по ней переходит будьте готовы к такому и пускай ваш сайт и сервер будут самыми быстрыми вот у меня все если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте стараюсь ответить но вопросов наверное не не вижу во всяком случае не могу разобраться сейчас попробую включить вопросы это раздел questions так сейчас я сделаю он появится есть такое дело появились раздел questions да да появился так ускорить умный фильтр так пойдем пойдем сначала наверное самому можно узнать аптайм так вы не подскажете как сделать окошко с вопросами больше так как определить сколько нужно памяти для этого и существует некоторый софт сейчас не смогу сказать точно какой но обычно смотрится три основных софт ну три основных по это веб-сервер база данных и прокси-сервер и подгоняется так чтобы они вместе втроем занимали 90 процентов памяти вот рассчитывается количество процессов на основании пользователей возможных то есть если у вас грубо говоря примерно 100 пользователей допускаем что к вам заходят 250 и считаем так как будто к вам зашло 250 пользователей то есть это 250 потоков веб-сервера 250 подключений к прокси-сервера и 250 это вот самый плохой случай 250 подключений к базе данных все суммируем и получаем примерный ответ так звук пропал звук пропал есть ли у битрикс решение для создания сайта по оказанию именно услуг а не по продаже товара в принципе я думаю есть вот если я здесь вклинусь на marketplace посмотрите продажу услуг это не проблема понимаете битрикс это технологическая платформа и особенно нет разницы чем торговать услугами или какими-то реальными товарами публичное решение я думаю это отвечу не я а так если скидки участников вебинара тоже не я я там в основном отвечал на все вопросы так так вот лучше внизу там посмотреть ага вижу так где взять готовый образ битрикс машины под openvz ну насколько я знаю конкретно под openvz готового образа нету и он устанавливается с помощью скрипта на ну на живом сервере вы можете я думаю развернуть контейнер с какой-нибудь системой например центис и там уже отдельно запустить скрипт и с него свернуть контейнер так вообще очень хорошо да это действительно очень хорошо в какой редакции есть эти инструменты эти инструменты есть в любой редакции если я правильно понимаю если вы про скорость сайта про производительность сайта они присутствуют в любой редакции вот в разделе настройки так так а настраиваются деким и прочие технические параметры рассылки если да то где они могут настраиваться в панели хостера если хостер предоставляет вам такую возможность там можно указать конкретные домены конкретные ящики конкретные подписи так что скорее всего если в вашей панели этого нет то нужно просить отдельно хостера бамкэшт вроде нестабильно работает с php7 php7 выпустился относительно недавно очень относительно недавно тем не менее с ним потихоньку все начинает работать вот и уже выходит версия 7.1 в которой тоже внесены какие-то дополнения изменения скажем так перейти на php7 я думаю больше важно чем использовать ммкэшт потому что php7 дает слишком большой прирост так ссылка на видео из ютуба вопрос на английском так сегодня будет речь идти про интеграцию с 1с нет не будет это все я уже верхний вопрос там они все отвечают вот ну тогда получается все вот лучше внизу там если есть какие-то вопросы посмотреть я я выбрал вопрос до самого низа да не все не все Сергей на что они ответили напишите еще так ну вот я не могу найти на что ответили на что не ответили так вот я не вижу новых вопросов вот хорошо вот хостинг спрашивают поддерживает ли указанный хостинг в на это это обязательное условие поэтому поэтому очень ну во-первых очень важно проверить набор документов которые позволяют позволяют вести свою деятельность это и сертификат ISO на защиту ну то есть ISO 9700 кажется который показывает что хостер имеет право работать с конфиденциальной информацией что он не предоставляет к ней какого-то там дополнительного доступа ну вот и соответственно смотрим непосредственно на настройку серверов если можно даже попросить технического специалиста ознакомиться но обычно крупные хостеры они настраивают свои сервера довольно надежно так что проблемы с персональными данными не будет плюс ваш сайт тоже будет защищен ну например если говорить о медицинском решении битрикс он не единственный кто получил сертификацию в плане надежности и значит что раз с медицинскими данными проблем не будет то и с любыми другими тоже вот вы можете тогда если я какой-то вопрос не ответил задать его вслух потому что скорее всего мне моя маленькая кошка не позволит все вопросы внимательно просмотреть спрашивают здесь что насчет репликации базы данных есть ли решение по поводу репликации базы данных здесь вопрос довольно скользкий потому что также есть пересекание с лицензионным соглашением один из битрикс о том что должна быть одна база данных одно ядро вот потому что для репликации иногда возможно понадобится разворачивание дополнительных копий а так вообще решение есть и не одно например есть хорошее решение от Galera оно хорошо интегрируется с MySQL и с MyADB вот введите в поиски там Galera MySQL почитайте поинтересуйтесь вообще решение конечно есть и работает оно довольно неплохо так смотрю еще что какие преимущества недостатки облачного сервера так преимущества недостатки облачного сервера его преимущество наверное главное его преимущество из-за чего облачный сервер пережил такой рассвет это масштабируемость нужно больше ресурсов получаете больше ресурсов нужно больше места получаете больше места это его пожалуй главный плюс вот ну то есть он также подстраивается под нагрузки если вам необходимо больше в какой-то очень узкий промежуток времени вам не обязательно платить все время за много ресурсов то есть временное повышение вызовет только временное повышение производительности ну также его плюс в том что скорее всего тот кто предоставляет облачный сервер он реплицирует данные многократно поэтому в случае отказа одного из серверов на которых находятся ваши данные скорее всего вы этого даже не заметите потому что сразу будет переключен на другой сервер который содержит эти же данные и поэтому никаких вопросов с просадкой не будет основным минусом является пожалуй то что во-первых они относительно дороже чем какая какая конкретная железка и и пожалуй менее производительность за счет того что там накладывается много уровней виртуализации но как бы ну так же минусом можно посчитать то что данные непонятно где то есть вы знаете что у вас есть некое пространство где хранятся какие-то файлы но вы не можете сказать однозначно на какой железке они находятся вот это как раз если говорить о приватности данных есть прецеденты когда например на амазоновский сервис нападали и выуживали какую-то информацию понятно что она была не полной но какие-то все-таки фрагменты получали это неприятно но это есть это жизнь так что если вопрос идет о конфиденциальности данных лучше конечно если это будет отдельная машина причем отдельно с отдельно проработанными настройками безопасности там защита портов антивирусы логер который банит типа fail to ban например вот было бы здорово это все установить на свою какую-то железку ну вот это что касается разницы между облаком и какой-то конкретной физической машине скажите пожалуйста если сайт в архиве занимает 10 гигабайт делается ли копирование в облаке в облаке в редакции бизнес есть возможность решать 4 гигабайта но если у вас 10 гигабайт то в 4 гигабайта их никак не впихнешь да как это работает кстати говоря тоже стоит обратить на это внимание это иногда бывает довольно большая проблема потому что быстро выжирает место если в облаке нет столько места сколько занимает бэкап вашего сайта кстати признаться у вас очень большой бэкап то бэкап будет сделан локально в папку битрикс бэкап и там не подействует настройка того сколько копий будет делаться то есть если у вас стоит хранить копии до отправки в облако а в облако они не отправятся никогда вот эти файлы будут просто складироваться там и в какой-то момент времени особенно если у вас облачный сервер может возникнуть ситуация когда слишком много места уходит бэкапы сайта вот если вкратце отвечать на вопрос то нет в облако оно не запишется оно будет занимать место на вашем сервере вот лучше всего пройтись по сайту удалить какие-то лишние внутренние бэкапы если если 10 гигабайт именно из-за того что где-то какой-нибудь хитрый архив завалялся или может быть дам базы данных всякое бывает или там не знаю файлы аплода просто отдельно архивом лежат вот они не не зальются на 4 гигабайт так про бтс одного компонента спрашивают Дмитрий ну предложите идею свою на идея.11-рабитрикс.ру у нас продукт-менеджеры смотрят это и следят за такими обращениями я вам здесь ничем к сожалению вот прямо сейчас помочь не смогу так все на этом все наверное тогда запись и презентации Дмитрий мне надо будет презентацию вашу получить хорошо можно там ну через девушек либо через скайп надо связаться получить презентацию вот запись выложим наверное я думаю сегодня-завтра и ссылки на презентации тоже разошлем всем спасибо за вебинар приходите в четверг будет очень интересная тема новая по открытым линиям прям такой мастер-класс устраивать открытые линии крутая штука приходите да приходите слушайте всего-всего хорошего до свидания cierto ну Продолжение следует...